Всем привет, друзья мои! Сегодня мы с вами идём в Манго. Мы очень давно там не были. Я хочу сказать, что обычно здесь что-то висит, какие-то там скидки дополнительные на окошках, на дверях. А сегодня ничего нету. Только просто вот, просто магазин без всяких скидок. Я не знаю, распродажа уже закончилась, конечно, и мы поэтому будем смотреть на новые товары. Симпатичный костюмчик, симпатичная кофточка под шанель, которая везде сейчас и всюду. Какие хорошенькие туфли. Но вы знаете, в Манго я не покупаю 130 долларов. Я никогда не покупаю обувь Манго, потому что у меня 35 размер, и даже 35 манговский мне велик. Вот симпатичный какой плащ. Такой универсальный совершенно. Нету цены. Совершенно универсальный на все случаи жизни. Красивое пальто такое классическое. Цветок Camel 250 долларов. Вот такой Preppy Style. Preppy Style джимпирог. Рубашечка и джинсы они его так скомпоновали. Свитер с ромбиками. Никогда не выходящий из моды. И вот такой джинсовый комбинезон, который в прошлом сезоне сделали тоже все. И Zara, и H&M, и Манго. И, наверное, до сих пор в этом сезоне они снова остаются в моде. Перехожу на озвучку, потому что YouTube забанил за музыку. Так что все видео будет кусками. Кусками буду я говорить, кусками я буду говорить за кадром. Вот такие платья. Вы знаете, вызвали у меня много вопросов. Я сначала так подошла, посмотрела и говорю, какие-то бабушкины платья. Ну, совсем уже совсем какой-то такой странный фасон. Такой совсем не современный, не актуальный. Кстати, цена не очень дорогая для Манго. 66 долларов или что-то такое. Но, вы знаете, я взяла его в примерочную, и вы удивитесь. Ну, в общем, оно неплохо село. Ну, давайте подождем до примерок. Еще один бабушкин комплект, так скажем, да, такая кофта на поясе, юбка в клетку. Как-то совсем, как-то, ну, совсем уже какой-то такой, знаете, бабушкинская мода. Мода из бабушкиного сундука. Сумочка в стиле Селин. По-моему, это под Селин сделанная. Или под Гуччи. В общем, какая-то смесь между Селин и Гуччи. Такие же шляпы Панамы. И вот футболки с логотипом Манго. Ну, честно говоря, я понимаю, что, как бы, ну, я не буду тут изображать из себя большого сноба и говорить, фу, кто наденет на себя футболку с надписью Манго. Но, честно говоря, мне кажется, что если уже там носить какое-то лого на груди, так что-то такое, чем можно похвастаться, скажем так. Ну, не поймите меня неправильно, но Манго это совсем не тот бренд, которым можно хвастаться, что у вас есть его футболка. Вот такое пальто. Такое более оверсайз, но без подкладки. Подкладки цвета camel, классическое. Платье вот эти тоже довольно-таки старомодные. Как я сказала во время записи видео, что даже уже я такие не ношу. Вернее, так скажем, не то, что не ношу. У меня есть похожее платье такого типа. Я, может быть, бы и надела его, но покупать бы уже сейчас не стала как-то вот сейчас. Так, куртки-авиаторы на таком искусственной коже, искусственный мех тоже все их делали. Который сезон уже, который сезон они висят во всех масс-маркетах. Ну, в общем, в принципе, они, по-моему, из моды не выходят. Очередной жакетик под шанель. Кстати, я где-то видела, не помню у кого, что они есть еще в красном цвете. Вот у нас в манго в красном цвете я не нашла. Симпатичный довольно комбинезон. Это не платье, это комбинезон. Интересно так сделан, знаете, как будто сверху, как будто бы жилет такой классический. С приделанными брюками и с поясом. Вот такая олимпийка, как-то это называлось, по-моему, типа спортивная кофта. Тоже, по-моему, вернулись в моду. Джинсовая куртка с напылением таким, с блеском. Довольно дорогая. Для джинсы, по-моему, многовато. Еще одна кофточка пола, тоже такая из 80-х или 70-х. Еще одна сумка в стиле тоже Селин. И вот неплохие, кстати, ботинки. У них довольно удобный, на мой взгляд, каблук. Я не думаю, что они кожаные, потому что цена 100 долларов. 100 долларов у нас кожаная обувь не стоит, тем более в манго. Но на вид они выглядят неплохо, удобные, мягкие. По-моему, удобные. Я не примеряла. Вот такой же черный жакет. Похожий на тот белый, но не совсем. Другого вида кармашки, другого вида пуговицы, такие как мячики. Еще одна такая, такой светорок пола, тоже такой слегка старомодный, я бы сказала. Но вот видите, сейчас как-то в моду, видимо, вернулась. Это ретро такой, ретро стиль. Причем ретро такой 80-х, 90-х. Вот эта вот куртка-шуба, шуба-куртка. Тоже все-все многие блогеры ее показали, померили. Я думала, что она двусторонняя, но она нет. Только сверху меха, внизу кожа, но ее нельзя вывернуть. Сумочка в стиле Гуччи. И вот очень симпатичные крупные серьги за 56 долларов, что для масс-маркета, конечно, дороговато. В Zara бижутерия дешевле намного. Даже не на распродаже. Вот сейчас в Zara такие серьги можно купить долларов за 30, может 35, а здесь 56. Ну чего, с какого перепугу? Ну вот так вот они, такое ценообразование. Вот такой же жакет, как белый, только такого защитного болотного цвета. Но вот красный я не нашла. А мне хотелось бы его примерить. Я видела его у кого-то из блогеров, кто показывал манго. Очень-очень красивый цвет. Значит, пуховики у них сейчас на какой-то типа распродаже. Значит, были 330, сейчас 250, если я правильно вижу. На озвучке мне плохо видно. И вот, собственно говоря, мы, по-моему, все с вами обошли. Да, вот заметила такие интересные свитера. Очень красивый изумрудный цвет. Посмотрела цену и обнаружила, что это на 76 долларов. Обнаружила, что написано, что это платье. На мой взгляд, это просто длинный свитер. Но, конечно, можно и как платье носить. Так, давайте я что-нибудь поищу. Вот пальто симпатичное. Похоже, я в Zara примеряла за 160 долларов. А здесь стоит 300 без подкладки. В Zara было с подкладкой. Так, ну все. Мы, по-моему, обошли более или менее все. Давайте сделаем примерку. Так, друзья, мы с вами в примерочной. И я хочу сказать, что размеров моих нет. И вообще мне особенно что-то ничего не понравилось. Но кое-что я принесла. Я принесла, кстати, другой комбинезон. Я хотела, помните, я вам показывала там в зале, висел такой в полосочку комбез. Но не было моего размера. И вообще с трудом нашла что-то размера large. То есть, вот реально все такое small, medium, small, extra small. Так, я сегодня в психоделическом платье. Видите, расцвечка психоделического такого, знаете, кто-то рисовал в каком-то припадке обкуренной. Или какой-то очень в стрессе. Но вы знаете, что на удивление оно стройнит. Несмотря на вот такую расцветку. При том, что, ну, мне так кажется, что стройнит. Вы мне сейчас напишите, что нифига оно не стройнит. Дело в том, что это трикотаж. Это просто, вот знаете, вот обычный такой трикотаж. Я с этими стрикотажными платьями завязала давно, давно. Но, в этом, во-первых, размер extra large. Во-вторых, вот эти вот все складки на кузе, вот здесь, вот, они как-то, они все скрывают. Видите? Раз, два. Никаких животов, ничего не торчит. Немножко тут вот так можно было бы, конечно, пошире. Но, ну, ничего страшного. И, в принципе, оно так, ну, знаете, я его купила в прошлом году из Зары, конечно. И ни разу еще не носила. Вот сегодня срезала этикетку. Это с прошлого лета, по-моему. Ну, потому что весной как-то у меня руки не дошли. Потом было холодно. А сейчас самый раз. Единственное, что, мне кажется, я бы его немножко подкоротила. Оно прям уж очень длинное. Правда? Прям в пор. Хотя, может быть, за счет этого оно и стройит как раз. Если оно будет короче, то будет выглядеть как-то вот длина, может быть, и дает вот это вот. Здесь еще разрез такой. Опа. Все, давайте примерять. Так, первым мы примеряем комбинезончик. Очень симпатичный и классный. Единственное, что он мне как-то вот здесь вот. Мне не хватает для него роста или размера. Но это марч. Так вроде нормально сидит. Ну, получается, что мне бы его надо было как-то, наверное, стянуть вниз, чтобы вот это вот растянулось. Мне, в общем, туловища длины не хватает для него. Может, так должно быть, чтобы он вот так болтался? Ну, вряд ли. Так, в принципе, нормально, да? Ну, сапоги мои не в тему, потому что я уже сказала, что обувь я не могу мерить, потому что мне она вся большая. Ну, что-то у меня здесь как-то странно это все. Так, вот я решила расстегнуть пояс, показать вам, как это выглядит, чтобы вы поняли. То есть я не знаю, что с ним не так. Мне, по-моему, длины туловища не хватает. То есть у него есть вот молния, замочек. Потом вот здесь вот он застегивается. И сверху застегивается пояс. Я не могу сказать, что он мне как-то и вроде немал, и вроде талия на талию попала. А вот это вот сверху этот запах как-то очень нехорошо лег. Я сначала думала, может, я что-то неправильно застегнула. Но, в принципе, все нормально. Но вот как-то такое ощущение, что как будто он вроде бы на более высокого человека. Но, с другой стороны, длина-то мне брюк нормальна. То есть если будет человек более высокий, то он будет коротким. Вот так вот. Но странный какой-то фасон. Или не подходит к моей фигуре, к моему росту. В общем, такое впечатление, что не хватает мне чего-то в нем. Пуговички симпатичные на манжете. Ну, в общем, такой приятный комбинезон, но не для меня. Комбинезон размер large у меня был. 100% полиэстер и сама ткань комбинезона. И подкладка. У него есть подкладка до талии. В брючинах подкладки нету. А только вот в верхней части. Видите, в брюках нету. В верхней части все это полиэстер. Стоит он 160 долларов. Ну, я думаю, что в Европе он стоит, наверное, в два раза дешевле. Ну, вот во всяком случае, я не знаю точно, но вот этот вот плащ, например, я принесла, да. Он у нас стоит 200 долларов. А висел другой плащ с этикеткой с ценой в евро. Он стоил где-то 90 евро. То есть вы можете представить, какая разница. Вот, ну, тем не менее, комбинезончик неплохой. Интересный фасон. Пояс встроенный. Вот такие симпатичные пуговички. В общем, неплохой, но не мой фасон. По-видимому, не для меня. Так, следующие у нас брюки. Я взяла вот эти брюки. Ну, что-то они мне маловаты. Вы знаете, это размер сороковой. Я вам потом покажу размер. Или американский восьмой. Мне вообще-то надо было бы американский десятый. Но что было, то было. В магазине как бы приходится брать размер, который есть. Не всегда есть мои размеры. Можно сказать, что практически вот в этот раз я прям с трудом нашла что-то своего размера, чтобы что-то более-менее на себя надеть. Но, честно сказать, в зеркале они не выглядели настолько малы, как вот в телефоне. Это так странно. Оптический обман. Я, правда, я смотрела в камеру, в телефон, как это выглядит в телефоне, и понимала, что в жизни, как бы в зеркале, они выглядят не такие уж и маленькие. Вот сейчас я тут рассказываю про мой топ вот этот вот из Uniqlo. Про рекламирую Uniqlo. Еще раз. Потому что я всегда в нем, и очень часто его ношу. Я его стирала миллион раз. С ним ничего абсолютно не происходит. Стираешь, он сушится в сушилке за две минуты, и он как новый снова. То есть вот синтетика, синтетика, рознь. И вот в этом, например, удобно то, что он абсолютно никогда не... С ним ничего не происходит. Ну, в общем, примерила жакетик к этому, к этим брюкам. И вот, честно говоря, с жакетом брюки выглядят, мне кажется, намного лучше. Длина жакета очень хорошая. Не очень короткие, не очень длинные. Вот так он сидит хорошо. Он в такую тоненькую-тоненькую полосочку, видите? По-моему, неплохо, мне кажется. Совсем даже... Ну вот вместе как-то костюмом он выглядит... Брюки эти выглядят лучше, чем просто... Не знаю, может, размер не будет. Ну и вот плащ, который я вам показывала в зале. Примерила я его с этим костюмом. Очень все это как-то красиво вместе сложилось, подошло. Прямо такой действительно олд-мани. Знаете, все, что бежевое сейчас считается олд-мани. Но плащ действительно симпатичный, хорошо сделан, хорошо сидит. В общем, выглядит довольно достойно. Приятный очень цвет. И вот я его завязала с поясом. Тоже он выглядит довольно неплохо. В общем, мои, так сказать, рекомендации. Потому что вот так вот, глядя на него, даже не скажешь, что это масс-маркет. А выглядит он, ну, в общем, так скажем, дорого. И цвет у него неплохой, и фасон. В общем, все, что нужно. Все как положено должно быть. Значит, я примеряла размер large. Стоил у нас он 200 долларов. Повторюсь, я, по-моему, уже это говорила, что висел там плащ с этикеткой. Цена была в евро. В евро он стоил 90 евро. А что в переводе на наши доллары? 132 доллара. А у нас он стоит 200 долларов. Ну, что поделать, так и живем, что называется. Кстати, в нем, по-моему, 65% хлопков в ткани самого плаща. А подкладка из полиэстера сделанная. Сзади у него, видите, вернее, не сзади, а сверху на плечах у него такие погончики на пуговицах. Потом вот эта вот деталь сзади на спине. Я не знаю, как она называется. Хотела сказать кокетка, но, по-моему, это не кокетка. И шлица в плаще сзади разрез. А так-то, в принципе, плащ действительно хороший. Сделан хорошо, аккуратный такой. Ну, немножко вот тут. Чуть-чуть. Ну, ладно, можно выбрать. Если перебрать несколько, то можно выбрать. Но размер large был реальный, единственный в магазине. Так, в составе жакета 34% вискозы и в подкладке 51% вискозы. Вот. Стоит он 160 долларов. Размер large. Вот такой вот в полосочку. Приятная ткань, приятная расцветка. Здесь нету пуговиц. Пуговицы такие вот. Похожи на такие же, как в плаще. Вообще, оно все очень похоже между собой цветами и фасоном, и таким идеей, знаете. У меня сел один наушник. Я очень надеюсь, что меня слышно. Очень-очень надеюсь. Так, брюки стоят сотню. 40-й европейский, 8-й американский. Поэтому он мне маловат. Но, по-моему, 10-го не было. Вот реально я искала. Это был, по-моему, самый большой размер, который я нашла. Мне надо было бы 10-й. Так он лучше сидел. А так он немножко маловат. Тоже сшит хорошо. Ткань такая же, как на жакете. Так все хорошо сделано, аккуратненько. Ну, насколько это возможно в масс-маркете. Для масс-маркета вполне неплохо. Но цены в манго у нас, конечно, 100 баксов за брюки. Ну, серьезно. Ну, как-то. Даже не шерсти в них ничего. В них там чуть-чуть вискозы. Хотя, на ощупь, очень приятно. Как будто шерсть. Но до шерсти здесь, как до луны. Так. Ну, и вот платьица. Чайная платьица в цветочек. Нет, в горошек. Причем такое. Вы знаете, оно, когда висело на вешалке, я вам его показывала. Другое немножко. Там такое светло-голубое. У него немножко другой фасон. У него здесь еще какие-то вставлены веревочки. Что-то затягивается. Но голубого не было моего размера. А вот синий и зеленый был, видите, размер large. И оно немножко другого фасона. Оно вот здесь вот подрезано под грудью. И вот я так смотрела на него. И помните, я вам говорю, какое-то бабушкино платье. Какое-то дешевое платье. Какое-то вот... Ну, никакое. Но все нужно мерить. Вот оно на мне очень хорошо сидит, я считаю. Правда? Ну, мне нравится. Красиво же. Так элегантно. Ну, вообще, платье это мое. Я очень люблю платье. Платье нам не сидит тысячу раз лучше, чем... Вот вы меня видели в брюках. И сейчас платье. Мне кажется, что в платье я выгляжу килограмм на пять худей, если не больше. Оно, правда, очень стройнит. Вот оно такое непритязательное, обычный фасон. Но оно очень вот сидит хорошо. Я вам то же самое, кстати, сказала. Что иногда самое какое-то дурацкое бабушкино платье, когда вы его надеваете и примеряете, на вас выглядит лучше, чем любые костюмы какие-то или что-то такое. Мне это кажется. Я говорю свое мнение. Может, вы мне напишите, фу, Дита, на вас брюки сидели намного лучше, чем это платье. Но мне реально нравится, как оно сидит. Самый большой в нем недостаток, это то, что у него нет подкладки, а оно довольно прозрачно. Надо к нему придумывать, что-то пододевать вниз. Стоит оно по манговским меркам недорого. Но по меркам, скажем... Ну, даже по меркам любого масс-маркета, там, Зар или Эчинем, оно, в принципе, не очень дорогое. Правда, мне нравится, оно реально очень приятно сидеть, симпатично. Если бы мне нужно было вот такое вот какое-то платьице, я бы задумалась, но мне не нужно. У меня много вот такого типа платьев, потому что я люблю такие фасоны, потому что мне они идут. Вот реально, посмотрите. Ну, я же не придумывала. Мне кажется, что оно так стройнитно. Ну, и платье сделано, конечно, из полиэстера. 60, сколько там написано, по-моему, 66 долларов. Оно стоит размер large. И, в принципе, оно мне нормальное. И вот, видите, написано размер large или американский восьмой. И вот оно на мне совершенно нормально сидит. А брюки, например, восьмой, тот же восьмой размер, мне были маловаты. Ну, брюки, конечно, тяжелее подобрать по размеру, чем платье. Платье все-таки вот на то и платье. Поэтому я их люблю, что платье намного как-то легче подобрать в размер, чем брюки. Единственный недостаток этого платья, ну, может, не единственный, но один из недостатков – это то, что оно очень-очень светится. Это не так уж видно на камеру. Но вот я пытаюсь изо всех сил показать. Вы видите, немножко вот просвечивается. То есть на свету, например, сто процентов у вас будет видны белье, и ноги ваши просвечатаются. Так что лучше подобрать что-то под низ, под это платье, какое-то нижнее типа платье. Теперь, значит, пантомима прощания. Это очень смешно выглядит. Я понимаю, когда я шевелю губами в телефон, а озвучиваю, так сказать, вот сейчас за кадром. Ну, что поделать, девочки. Такое видео смешное получилось с заплатками, потому что в манго ужасная музыка, и YouTube там каждые 10 минут мне забанивал какие-то куски, потому что, в общем, тут не так, это не эдак, тут музыка, тут вообще нельзя играть, это в каких-то частях света. В общем, очень-очень все сложно, пришлось переозвучивать несколько раз. Тут я рассказываю о том, что выбор у нас манго совсем небольшой, с размерами совсем все плохо. Очень трудно найти вообще что-то, чтобы мне понравилось. Плюс еще, чтобы был мой размер. Это все непросто. И поэтому вот манго, я знаю, что в Европе, например, очень многие любят манго, и очень популярен этот магазин. У нас он совсем не популярен. В нем никогда нет людей. Если в Заре вечно толпа, то здесь никогда никого нету, просто потому что цены такие вот неуменяемые. Выбор небольшой. Но, тем не менее, я думаю, раз нет размеров, значит, размеры подразобрали, значит, все-таки люди покупают и ходят в этот магазин, и кому-то это нравится, и кто-то, в общем, покупает всегда. Всегда кто-то есть. Все, дорогие друзья, надеюсь, что вам понравилось, надеюсь, что вам было интересно. Вот такое у нас сегодня видео, такой обзор манго. Всех люблю, целую. С вами была Дета из Канады. Всем пока, бай-бай.